Виталий Ковальчук. Идет в курсе маторского искусства, в курсе риторики. И я его приглашаю для того, чтобы обещал тренеров разговаривать со сценой. И очень нравится мне этот поэт. У него очень душевное, хорошее стихотворение. Виталий Ковальчук. Спасибо большое. Татьяну винить не надо. Два дня меня просто не было. Натавали. Если я здесь, меня поймали, меня всегда можно там поспрашивать на тему чего-то, чего вам интересно в плане разговорных практик. Раз, Татьяна, представила два стихотворения, опять же, чтобы долго не задерживаться. Когда сомнение печать ты вырываешь из-под кожи. Когда прощаться и прощать уже почти одно и то же. Когда устанешь говорить, отбросив призраки повтором. Когда уже не рвется нить по окончании разговора. Когда, как ветром, унесен забытый запах перевала. Ты говоришь себе. Но все. А это только лишь начало. Спасибо. Ну, еще одно спасибо. Еще одно стихотворение. Наверное, какой-то общей атмосфере, которая присутствует здесь. Ну, наверное, которую мы несем или можем нести в своей жизни. Это странное чувство. Всегда вроде где-то, а вроде бы рядом. Никогда не торчит на виду, потому и не каждый знаком. Это чувство живет среди нас, не рядясь ни в какие наряды. Каждый день пробиваясь на свет, утверждающим жизнь родниковым. Это чувство выводит из тьмы, даже если не видно дороги. По окна зажигает свечу и в бою поднимает с колен. И живет уже тысячи лет до сих пор. И, понятное многим, это странное чувство. Любить ничего не желает. Взяли. Спасибо. Седьмого, десятого числа будут мои гостя класса. Но это чуть похоже на старый таблик. Раз, по большому. Приятного, Юлия. Тренер-консультант, астролог-психолог. Организатор клуба «Бизнес-пам». Значит, народ, когда у меня родился ребеночек маленький, меня вообще удивило то, что очень много всякой деятельности психологической по поводу того, чтобы этому ребеночку сделать хорошо. Меня удивило полное отсутствие каких-либо вещей, которые маме помогают выжить, когда ребеночек рождается. Вообще полное. Я очень рада, Юля, что вы пришли с мастер-класса, именно вот как помогать мамам встать на ноги после того, что у меня случилось. Как помогать мамам, это ко мне. Приходите, я отвечу на все вопросы. Можете находить меня не только на мастер-классе. У меня трое детей, они все на фестивале. Ко мне много вопросов задают. А сколько у вас, сколько вашим деткам лета? Можно ли с такими маленькими приходить? В этом году спасибо, Татьяна. Классная детская комната. Всем советую, приходите с детками. Сейчас про мой мастер-класс. Комментарь не услышала. Про мой мастер-класс. Сейчас будет про астрологию. Астрология не для астрологов, не будет расчетов. Вы узнаете о себе лучше, узнаете свою уникальность, узнаете свои женские качества. И про заботу, и про творчество. Я посмотрю по гороскопу, вам отвечу. И с помощью метафорических карт, как вчера мы работали. Приходите, жду вас. Спасибо. Лукашевич Владимир уехал в Краматорск по делам на майские. Семенченко Виктор Петрович. Практикующий психолог. С 40-летним стажем. Добрый день. Шаманы вчера хорошо поработали. Мы видели хорошую поводу. Я вас поздравляю. С хорошим настроением. Погода нас поддерживает. У меня мастер-класс «Магия слова. Разговорный дипноз». Сегодня очередное занятие. Это невербальное воздействие. Невербальное – это не с помощью слов. И вторая часть – это использование принципов айкидо во взаимодействии с людьми. Что такое, какая сила, я в двух словах, или потенциал, какой заложен в невербальном воздействии. То есть не словами, а жестами, интонацией и так далее. Если взять, сравнить их, смысл, который мы вкладываем, собственно, ради чего мы общаемся, и другие способы воздействия невербальным воздействия, то то, что мы говорим для нас, якобы, самое главное – это примерно 12 метров. Понимаете? То есть как говорить и как выглядеть – это вот столько, а то, что вы скажете – это рассыпенно. Поэтому приходите, я вас научу многим сильным вещам. Двадцатая актуальна. Двадцатая. Куприянова, 61. Анатолия, 61. Написайте сразу. Костенко Варина Владимировна. Семейный психолог, психотерапевт, доцент. Кандидат теоретических наук. Докологический центр «Ренессанс». Доброе утро. Всем хорошего настроения. Сегодня погода солнечная. У меня мастер-класс «Любовь и её проявления». Но весна, там Бог велел говорить о любви. Я хочу поговорить сегодня о том, а если лично он вопрос, ты меня любишь, ты меня не любишь, да? Как мы проявляем любовь друг к другу и как её проявляют по отношению к нам? Почему у нас возникает разногласие? Вроде мы делаем человеку всё, что хотим и от души желаем, но он этого не видит. Вот о языках руки, поговорим и о многом другом, что приглашаю потом видеть вас. Спасибо. 14-й туториум. Марина Асташина и Александр Купчев, ведущие образовательной программы «Рогичная терапия». Марина – замечательный мастер одной из духовных традиций. Прекрасный телесно-ориентированный терапевт и замечательный гештальтерапевт. Конечно же, я не мог пройти мимо такого замечательного человека. И в этом году мы начали с ней вести одну из групп по обучению гештальтерапии. Здесь мы представим мастер-класс, в котором постараемся объединить все эти её апостаси. Вот сейчас немножечко Марина расскажет об этом. Всем здравствуйте. Приглашаем на наш мастер-класс. Он называется «Гештальты тела». Поисследовать своё тело, о котором мы, к сожалению, не задумываемся, да? Не часто задумываемся. И ещё у меня есть одно объявление. Барная йога, которая была вчера, будет сегодня в 2 часа. В 19-й. Спасибо. В 19-й. Андрей Барабаш, международный инструктор по кинезиологии, руководитель Центра системных решений, Дучий Зарк. Добрый день, дорогие друзья. Мой традиционный мастер-класс. Как тело может говорить да или нет? И что с этим феноменом можно делать? Приходите, будет вам, как всегда, интересно. Приглашаю. Спасибо. Двадцать первая аудитория. Двадцать первая аудитория. Виктория Кадырова и Ткачук Руслан. Виктория Кадырова, гештальтерапевт, приехала к нам из Николаевна, тренинг агентства «Полезный ресурс». Здравствуйте, друзья. Спасибо. Я сегодня со второй частью своих идей про точку перехода. Кто на первом мастер-классе не был, тоже можно, а не, ну, непоследовательно. Когда в жизни что-нибудь завершается, ну, там, с работы ушли, учёба закончилась, дети выросли и уехали, то возникает, освобождается мощный ресурс. Ну, что бы ни завершилось в нашей жизни, мы вот что-то вкладывали. Там время, деньги, силы, творческую энергию, ещё что-то. Очень часто почему-то получается досадно. Так что завершилось что-нибудь ненужное, место заполнилось примерно таким же. В общем, потому что само так получилось. Потому что мы действовали по привычке, по инерции. И я сегодня с идеей про то, как освободившиеся ресурсы направлять более осознанно на то, чем правда. Хочется наполнить свою жизнь. Спасибо. Приходите. Спасибо. 16. Дмитрий Краснов. Дмитрий Краснов, художник, керамнист. Делает очень красивые амулеты слоистого, слоистой глины, белого, речневого, мне очень нравится. В изделии они такие очень человечные, душевные, тёплые. Спасибо, Танечка. Здравствуйте. Красота у них эффект побочный. Красотой, я вообще считаю, побочный эффект наблюдения чего-то, имеющего внутреннюю силу. Во всех практиках, как бы и телесных, и не телесных, мы понимаем, что как бы всё, что у нас есть, это поток восприятия. Мы что-то там воспринимаем и на этой энергии живем. В итоге восприятия мы видим, что, в общем, все проникающие изменения состоят из частиц, которые сами себя осознают. Что такое себя осознавать? Это отделять себя от не себя. Нафига это нужно делать? Зачем мне приходится это делать? Потому что когда мы видим, что отделять картину восприятия от инструмента восприятия, предмет товарища, это дополнительный инструмент восприятия, который можно понять схему того, как это всё получается. Я приглашаю всех прийти ко мне, мы об этом поговорим и сделаем сами такие штуки. Тут я сегодня узнал, что можно за совершенно символическую плату у Андрея Шевченко, керамистка, который делает большую огненную скульптуру, приобрести сырую глину, из которой можно будет что-то сделать, то есть не хлеб, а настоящая жива-жива глина, из которой можно будет что-то сделать, и более того, при обзаке огненной скульптуры ваши все штучки обожгутся, и вы перейдёте домой с глиняной живой штукой, обожжённой. Дмитрий, сегодня прекрасно, а на аллее мастеров. Ещё в здании, которое прилегает к столовой, такой вот стеклянный балкончик, сидит в теплоту, он ни разу не приходил, потому что его всё время используют. У него постоянно действующий мастер-класс, где вы можете сделать стеклянную фигурку. Его очень любят, и он завёлся на фестивале два фестиваля назад, и теперь мы его не отпускаем. Он всё время сидит в той комнате. Наталья Бавлюк, инструктор коррекционных и астрологических дыхательных техник. Доброе утро всем. Фестиваль наш, спасибо Татьяне, называется «Время для радости». Что такое время для радости? В нашей душе время для радости начинается в момент зачатия и, в общем-то, заканчивается с последним дыханием. Но как-то вот не всегда в жизни складывается нам эту радость осознавать. И дыхательная техника поможет нам разблокировать вот эту радость, чтобы жить в потоке радости. Ну потому что Вселенная задумала, что мы должны жить в радости, в позитиве и в потоке безусловной любви. И сегодня на своём мастер-классе я ищу дополнительно несколько таких упражнений нам, которые, скажем так, если их делать постоянно, замедляют процесс старения. Спасибо. Семнадцатая. Люди меня всегда обычно спрашивают насчёт дыхательных психотехник. Вот дыхательный терапевт. Ловите её пока у нас с нами. Анатолий Белозёров. Здравствуйте, друзья. Я коротко, потому что мне идёт ваше время. Смотрите, хождение по углям видео уже есть. Вчера же шаман уже есть. Всё в группе, можно смотреть, ребята. Всё идёт онлайне. Поэтому, если кто-то не хочет попасть на вложку журнала «Красный шаман», просто закруйте лицой рукой, как если вы видите, объектив направленный на вас. Понятно, да? То есть, если кто не хочет фотографировать, дайте знать фотографу. Работает 15 фотографов. И всё это идёт онлайне. Первое. Второе. Мы задеяли, как бы, ну, на свой ответ интересный проект. Вот этот «Задай вопрос психологу». Видите, стоит коробка. Если у вас будут интересные вопросы анонимные, кисти сюда в коробочку, а в кроме, чтобы несколько самых знаменитых мастеров по-разному ответили на один и тот же вопрос. Это будет интересно. Это будет видеоинтересно. Я постараюсь это сделать. Третий вопрос. Смотрите. У нас есть шикарная реклама на товаре. Кстати, с фазонного клуба очень касается. У нас вот эти гештальтерапевты набираются с полупинка, понимаете, вот аудиторию. Там система простая. Репост на репост. Даже если вы производите носки, или у вас есть шахматы, клуб, то мы, как бы, взаимно размещаем рекламу друг от друга. Мы гарантируем тысячу просмотров в сутки, понимаете. Независимо от того, сколько вы просмотров нам дали. Ты, вот я сейчас смотрел статистика, мы имеем 1152 среднесуточных просмотров. Поэтому размещайте рекламу. Меня зовут, я маленький, злобный товарный мотор, на ВКонтакте, да. И ко мне можно обращаться. И очень прошу вас размещать у нас рекламу в группе. Это дает очень, особенно для психологов, дает невероятный эфир. Многие очень хвалят и хотят попасть. А вы вообще не хотите. Ашишка Николай Павлович, инструктор оздоровительных практик. Доброе утро, друзья. Я приглашаю на свои занятия всех, кто имеет проблемы со зрением. Я расскажу разные методики лечения зрения. Мы все это отработаем. Также я вам покажу и расскажу о упражнениях, которые позволят вам оставаться молодым до самой старости. Благодарю. Это будет на стадионе. Стадион, это когда заходят не так, где шамана вчера полили, а стадион, который, когда заходите, сразу слева на базе. Александр Вороньков, главный редактор журнала «Неведомый мир». Знает очень много эзотериков. И мне очень нравится название круглого стола. Эзотерика, парапсихология, мифы и реальность. Да. Я уже более 15 лет издаю эзотерический журнал, который называется «Неведомый мир». И практически каждый день я общаюсь с людьми, которых очень любит Татьяна. Их так мастер, нежно называют эзотерики. В мире действительно огромное количество людей, которые заявляют о том, что у них есть парадопадные способности, неосредительные, экстрасенсорные способности. Но возникает ряд вопросов. Например, почему никто из них до сих пор не может сказать, куда пропал малайзийский «Боинг» и 250 человек посажали? Прошел уже год тишина. За 20 лет никто не смог получить миллион долларов, которые обещает фонд Джеймса Рейн. А нужно всего лишь навсегда просто показать любую паранормальную способность. Я приглашаю всех, кто интересуется этой тематикой, прийти на этот круглый стан, поговорить об этом. И вы можете реально проверить наличие у вас паранормальных способностей. Я покажу методики, которыми я тестирую экстрасенсов, парапсихологов у себя в редакции. Особенно я приглашаю тех, кто обладает паранормальными способностями. Любому, показавшему что-то реальное, паранормальное, я обещаю, как редактор журнала, пиар-акцию в журнале, бесплатную публикацию статей, рекламы, проходить. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы так вот жёстко, вы поняли? Это вам не то, что там просто. Это жёстко вообще, реально, да. Так, Вороньков, скорее всего, будет здесь. Мне что же интересно послушать. Здесь, да. Ходила в аудиторию поставить, но я не могу себя отказать. Удовольствия. Феникс Бутко. Психолог, тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик. Добрый день, друзья. Приветствую вас всех. Стас сегодня много, и это особенно приятно. Приглашаю вас на свой семинар, который называется «Йога-ума». На этом семинаре вас ожидает новый взгляд на йогу с очень необычной точки зрения. Вы узнаете, что такое йога-ума, для чего она нужна, чем она может помочь лично вам, как её практиковать, и познакомитесь с техниками экстренного преодоления стресса. Приходите, будет интересно. Феникс Бутко, 13-я. 13-я аудитория. Галица Александр Николаевич, директор Харьковского культурного центра и искусства Китая. Цикун. Оздоровительная практика. Мне очень нравится описание. Физическая вселенная, отсутствие движения — это исчезновение. Обредение, способствующих выживанию в материи энергии, это означает увеличение движения. Я пришёл к вам сегодня помочь сделать ваше тело лёгким, гибким и подвижным. При помощи секретных упражнений, которые я выведал в минуты хмельного веселья у китайских мудрецов, даотских монахов, которые приютили меня в своём горном монастыре. приглашаю вас в храм любви к своему телу и свободы замок третий этаж второе окно. Я облагаю паранормальными способностями, потому что главный редактор пиарит меня в журнале и бесплатно печатает мои статьи. Я дарю журналы с моими статьями о китайской мудрости. Спешите! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОЗАРИЛИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юголицы Александр Николаевич, Харьковский культурный центр искусства Китай. Замок третий этаж. Мы дописываем. Виктор Бандаренко, правный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, наконец, мы сегодня идем. Предлагаем мастерам, которые сейчас в центральном мастер-классе, провести пути к роднику. Пока туда дойдем, на завтра три мастер-класса, прочитайте этот точек. Так что всех прошу, рассказывать буду много интересного и обычного. Кто захочет окуняться в родниковую воду, главное, что принесет ее сюда с собой. И, наконец, в городе, в городе, в городе, в городе, в городе. А кто на море? Ну и в Польше. А какое вы хотите море? Теплое Азовское, на Арбатской стрелке, там, где нацелительные грязи, там все баши. А Арбатскую стрелку, кто хочет? А кто хочет возле Одессы? Возле Одессы. Такая большая просьба. Если вы знаете базу, которая может принять Табалев-фестиваль в каком-то таком виде, примерно таком, как здесь, подойдите, скажите мне хорошо, потому что, ну, есть какие-то нюансы. Я хочу, чтобы вам дешево было, рядом с морем, красиво и хорошо. И мне нужно выбрать базу, у меня там несколько есть на примете, но, как бы, хочется, чтобы хорошо было. Ну, зря вы так, насчет Арбатской стрелки, на самом деле, там соленые озера, грязи, там людей вообще нету на пляжах. Там гейзер. Там гейзер есть, грязь и источник, очень хорошо, зря вы так на него гоните. Как туда ехать? Да, от Харькова туда ехать пять часов на поезде до Новосевки, да, и все. А там, а там на маршрутке, там на чем-то подъехать чуть-чуть. Это вообще рядом. Автобус ходит все время. Я там отдыхаю каждый год, очень довольна, людей вообще нету. А очень красивые там степи, эти соляные озера, белые птицы летают классно вообще. Медитация. Людей нету. Нет, комаров там убивают, все хорошо. Все. Дописываем тренировок. Ну а по поводу летнего давали, я хочу сделать на свой день рождения, 21 июля у меня день рождения. В течение там 10 дней хочу сделать фестиваль. Я на эту базу сделаю. Но осенью будет по-любому, со 2 по 11 октября. В осенью вообще атмосфера такая душевная-душевная. Вы все сидите в зале, потому что на улице чуть-чуть прохладнее, чем сейчас. И вот мне с вами всегда очень тепло, уютно, хорошо, поэтому осенний фестиваль такой особый душевный. Желтые деревья такие красивые, без точечковых, красивеньких. На мастер-классах люди сидят, потому что там тепленько. Так. Гаврашенко Вячеслав. Добрый день, дорогие друзья. Посмотрев ваши руки, я на себя сделал вывод, что желательно вам прочитать интересное стихотворение. Особенно для женщин, которые сами воспитывают детей. Краса девичья не в лице, а в сердце, чистом и большом. Что может там местить все чувства мира и покоя? Да что, не скрой, и боль, печаль, и крик души. Что рвется выезд в груди, когда малыш по дому ходит, а ты одна. А вокруг вдвоем, как не взводишь с горя. Но будет так ведь не всегда. И в дом придет, обнимет, сядет рядом, и руки он твои возьмет, и боль уйдет, и больше не придет. Так нужно радоваться жизни, ценить минуты доброты, чтобы места не было там горя. Житой большой и чистой. Вперед, по дорогу жизни напрямую. На своих мастер-классах я помогаю людям жить реальной жизнью. Пожалуйста, приходите. Будет в амфитеатре. В амфитеатре. Наталья Валецкая, мой любимый тренер. По подвешиванию, на веревочках. Очень кайфовая практика. Вообще, отлично рекомендую. Такое удовольствие получите, это потрясающе. Я люблю в жизни радикальные решения. И я затронула тему, которую меня часто спрашивают коллеги. Когда ты будешь проводить тему в воду? Потому что я каждый год тебя вижу, ты все моложе и моложе. И у меня не было такой идеи проводить эту тему. Но, однако, на эту тему выгорания, профессионального, духовного выгорания, потери интереса в жизни, у меня точно есть методики и веревочки. Это одна из них. А еще я рекламирую сейчас здесь события, которые будут на Каневском водохранилище, на Каневском море тоже. Я люблю такие леса, выединения, девяти метка. Там есть процессы, пакет радикальных процессов, после которых очень хочется жить. Сейчас я передам микрофон своей тени. Я и теня. Теневая сторона человека — это вообще колоссальный ресурс. Это точно ко мне. А пока она выгорит, я покажу свой приз, потому что я ленивый человек. Мне все, что делает со мной жизнь, это делают веревочки, люди и экстремальные практики. Я, когда познакомилась с Натальей Валецкой, я поняла, честно говоря, на практику закапывания в могилу. Думаю, вот в могиле я не лежала пока, и надо потренироваться, потому что все равно там будет. Ну так, к оптимистичнику. И я поняла, что не так все страшно, а то, что кажется сильно страшно, оказывается сильно очень интересно. Кроме того, о чем я сказала, там будет еще много всего. Одна барышня, например, поехав туда и рассчитывая на женственность, которую, возможно, она получит в обществе этой женственной женщины. Она думала, что нас будет красиво учить ходить, соблазнять мужчин и всякое такое прочее. Она говорит, «Боже, мы относились, как лоси по лесу, с бегом силы. Мы закапывались в могилы, подвешивались на деревья и на ретрит уходили на целый день в лес. Я такие эмоции получила. Я теперь такая женщина, что мой мужчина просто в восторге от того, как ему за мной нужно стремиться». И поэтому я и женщин, и мужчин, потому что нам тоже нужно стремиться друг к другу, приглашаю на это событие, которое состоится с 20 по 29 июня на Каневском водохранилище. Это кемп, это палатки, шаманская баня, костер, вещи, приготовленные у костра, звёздные ночи, медитации с утра, бег силы по утрам, ретрит на целый день, на голоде и воде. И много-много ещё интересного. Да, я доварясь тебе, что на самом деле у меня будет пятый десяток, я разменяла в этом году, чтобы вы понимали. У меня сын 18, дочке 10. У меня 21 официального стажа семейной жизни, пять семитысячников, подводный дайвел, парапланы. Спасибо. Баринская, у нас в Шатри. Надежда Новосельская. Всем добрый день. Спасибо вам большое. Я здесь вот уже потерялась, в транс, сама вошла после такого представления. Хочу к вам попасть. Вообще-то хочу везде попасть, хочу научиться, потому что я привыкла брать и отдавать. Брать и отдавать. Ну, так как я заявлена ещё с самогипнозом, то те, кто хочет разобраться сами, используя свои трансовые биологические состояния, и первое, найти внутренние конфликты и с ними разобраться в трансе с помощью своего подсознания, определить, как же можно использовать себя, свои ресурсы транса, для того, чтобы выходить в любое состояние, которое вам нужно за 10-15 минут, перезагружаться, отдыхать и брать ресурсы, подсказки. Мы сегодня будем где-то в каком-то укромном уголочке, чтобы нам никто не мешал, потому что будут такие трансы, которые вы будете себе выбирать, входить в своё состояние транса, и будете искать свои проблемы, задачи, их разрешать. И это будет какой кабинет? 18-й. Спасибо. Я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, тренер личностного развития. Жду вас. Анастасия Григорович. Вчера сама лично носила и вступила мастер-класс, потому что людей было больше, чем пространство в комнате. И это здорово. Всем здравствуйте. Здравствуйте. О, как хорошо. Отлично потеплело. Я просто хотела сказать ещё раз на большее. Чакра — это пространство, которое позволяет легко, весело, быстро и эффективно проявить модели поведенческие, эмоциональные. А те, кто записывались и не успели вчера, милости прошу, в столовой будем играть. Дело в том, что просто ограничено количество мест, максимум шесть. Но можно прийти и посмотреть, и потом решить, нужно вам такой, как инструмент самовознания, игра Лены Тягани. Спасибо. Хорошего дня. Будет столовая, Григорий Горович, будет в столовой. То есть сегодня без ружья. Александр Сербин, человек, который смог пронести на территорию охраняемого вооружённой охраной лагеря винтовку вчера. Автомат. Выкажет мастер-класс по рукавашному бою. Кто просил, старостноянское боевое искусство. Упомейте, пожалуйста, склад. Приходите. Панченко, Оксана. Доброе утро. Моё имя Оксана, фамилия Панченко. Я представляю индийскую школу Рейки. Моё направление Дома-Арведа. Ну, маленькое объявление. Будем на следующей линейке разыгрывать книжечку нашего учителя «Сохрани любовь в своём сердце». Где в этой книжке описывается рассказ о скакатной энергетическом уровне мы притягиваем вторую половину. Как нарушаются у нас отношения между мужем и женой, между детьми. Здесь всё описано, рассказано подробно. И даже есть медитации, которые можно будет проводить дома самостоятельно. Желающие, кто ещё не заполнял анкетки, можете заполнить беседки сразу за сценой. И, пожалуйста, не опаздывайте, потому что мы будем в обед и вечернее. И всё. Больше разыгрывать сегодня мы не будем. Кто будет в зале, тот будет получать призы. Спасибо. То есть приходите на линейки вовремя и тренировок приносите. Так, пятый угол. Здравствуйте. Меня зовут Антон Кач. Если вы были в первом углу, во втором, в третьем, в четвёртом и ваше состояние не улучшилось, я вас призываю в пятый угол. Спасибо. Это зависит от вашего дела. Спасибо.